И вновь всех приветствую на своем канале. Когда-то давно, может уже месяца два назад, я точно не помню кто, чтобы не обижать девочек, попросила у меня сделать обзор. Кажется, одна и та же просила на мои ванночки-тазики. Это я хотела сегодня сделать, но меня переклинило на другой запрос. И, в общем, вот обзор посвящен тому, что я люблю и не люблю читать, тому, как я работала, точнее, чем занималась, у меня тут даже шпаргалка, как обычно есть, чем занималась в библиотеке, когда там работала, нравилось ли мне там работать. Но еще тут был вопрос, есть ли еще в библиотеке, там плюс еще было что-то про переводы Манка. Если у меня хватит времени в видео, то я скажу и по поводу Манка. В общем, что я люблю и не люблю читать. Люблю я читать в основном исторические романы, книги, посвященные истории, античности, лет окниной жизни. Кстати, вот я тут даже набрала несколько книжек, которые исключительно мои любимые. Или то, что я вот, ну, есть одна не то, чтобы любимая, но просто вот так она попала под руку, я решила тоже ее немножко обозреть. Это не будет книжными обзорами, это, скорее всего, будет просто показала обложку и так далее. В общем, в детстве я очень дико перлась от Александра Македонского. Получилось так, что у меня в классе, наверное, в пятом, по истории, что-то такое, были тройки, тройки, тройки. Я путала Македонского усиленно и Невского. Ну, что поделаешь, я и оливки с маслинами путаю. А еще Архангельск и Астрахань. И Краснодар, и Красноярск. Или Краснодарск и Красноярск. Пожалуйста, люди, которые живут в этих городах, не обижайтесь, если я вдруг неправильно произнесла ваши города. Я не специально. Я просто Россия наипуты. В общем, и мама мне так это провела такой дискурс. А я очень любила историю античности, Древний Рим, Грецию, Шумеры, Акады. В общем, Месопотамия очень все от этого перлась. И Египет и тому подобное. Читала книжки про пещерных людей, вот как это все начиналось. В общем, все такое про эволюцию, еще чего-то. Мама у меня периодически потом приносила книжки про животных или книжки про сверстников. Но они у меня как-то пошли намного позже, эти книжки про сверстников. В общем, моя любимая книжка. Соответственно, я еще перлась от Кира Химедита. Ну, соответственно, Кира Химедит был своего рода учителем македонского, если кто-то помнит или знает, или частично хоть когда-либо увлекался историей. И, в общем, мама еще считала, что книжки, любимые книжки должны быть дома. В общем, первая книжка, которую я прочитала, автор это Любовь Воронкова. Мне ее книжки очень нравились. Ну, это, скорее, все-таки детский, наверное, писатель. В общем, «След огненной жизни» и «Мессианские войны». Вот это вот эта книжка. Соответственно, первая книжка, первое название, это первая часть, это про Кира Химедита и управление. Кир II, создатель Персидской империи, который воевал со своим дедом Астиагом. Ну, я не буду уж даваться подробностей, если вам все-таки это интересно. Я думаю, вы загуглите, пойдете в библиотеку, возьмете, в крайнем случае, книжку и почитаете. Я перед... У меня... Она хотела, чтобы я вела там какие-то тетрадки. У меня даже где-то, наверное, они еще сохранились. Я делала генное древо, в общем, химинидов, потом македонца и его сотоварищей. Потом у меня была какая-то огромная работа, когда училась в кульке на библиотечном, но она пропала там. Ну, в общем, черновика у меня не осталось, а они захапали своими лапами все себе в кульке. Чем я перерисовывала карты и прочее. И, соответственно, записывала всякие интересные фразики, которые иногда вот... Ну, сейчас вот видео иногда у меня проскальзывает. В общем, я дико вот от этого всего пироса. По словам мамы, да, вот сейчас будет, наверное, за кого-то шок. Там будут мне опять писать что-то про поводу моей психики, как некоторые уже писали, ну, напишут, я так подозреваю, те, которым просто хочется отписаться и как-то пропиариться за счет моего канала. В общем, я иногда разговаривала во сне, и во сне я говорила или на древнегреческом, по словам мамы, или еще на каком-то таком детке. Я не знаю, ну, в общем, меня там кто-то спрашивал, верю ли я в какие-то там... В общем, в реинкарнацию я, наверное, все-таки верю. А смерти, жить после смерти или что-то в этом роде нет. Ну, и, в общем, соответственно, вторая книга была «Сын Зевсоль в глуби веков». Это уже чисто посвящено македонскому. Ну, и, соответственно... Ну, что у нас тут? Не даже алюли написано. Тоже это я уже потом сама покупала. Покупала, я не знаю, в каком это году. Вообще-то, 97-й, наверное, я его покупала еще при маме. Это «Сын Зевсоль» именно вот этот македонский. Такая большая. И, соответственно, я потом покупала всякие книжки, которые все вырезки, там еще что-то собирала. Я даже рисовала того македонского. На самом деле он совершенно не идеал в плане мужчины, как вот мне нравится, да, няшные мальчики такие. Но македонский мне нравится. Он у меня даже есть как... Если вы все-таки... Вообще, мне приятно, когда меня не только смотрят, но еще и читают мои произведения. В общем, если вдруг вам... Это, кстати, тоже отсыл к будущему запросу... Точнее, к будущему обзору видео, которое у меня «Лапка 90». Привет тебе. Если ты вдруг меня смотришь, это видео просила, там, про религию и еще что-то, это потом я тоже немножко упомяну. Ну, в общем, в Инфернесферас, который я ездила в 2007 году, попала на фестиваль. Не то, что фестиваль-семинар был представителем Союза писателей от Ярославской области. И в 2007 году как раз вот именно с ней попала. Меня тогда предложила наша Аня Толкачева турнуться. Ну, и я так, в принципе, я даже не думала, что попаду. И, в общем, у меня там было как раз обыгрываться то, что я соединила. Была еще какая-то такая легенда, что еще там, в начале веков, ну, 2000 лет назад, что македонский, его, конечно, еще звали Искандер. Это те, кого он завоевал, и он ко всем хорошо-то, в принципе, относился. Благодаря там случаю с Крезом, не путаю, и, наверное, Крез все-таки был, наверное, у этого Кира Хеменида. Все-таки иногда лучше вовремя ложиться спать. Ну, короче говоря, македонского более-менее все, в принципе, любили. Это никогда никому не проигрывало. Это Кира потом рикошетили где-то. У меня даже была мечта в свое время съездить на могилу Кира Хеменида, но, насколько мне кажется, ее уже там, наверное, практически нету. И, конечно, я осуждаю, что тоже писала по этому работу, что македонский уничтожил дворец Кира в Персипаль. И, хотя вроде как, ну, там поддался, по легенде, поддался воплем какой-то бабы. Иногда бабы зло. Ну, и, в общем, была такая легенда, что у него еще был шлем, такие два перышка, и далеко казалось, что он с рогами. Эскандер Рогата его еще как-то называли, что после смерти его верили, что вот он возродится, придет. И я развела такой вид типа религии. И у меня Люцифер пишет за двумя отцы, и вот он Александр Люцифер, как-то так, по-моему, Александр Люцифер III. Плюс я еще параллель провожу с Майклом Джексоном, можете ржать. Я все время, ну, мне, в принципе, он нравится как человек-исполнитель, как певец. Хотя, когда моя сестра меня спросила, вот, привет, Майкл, когда он еще был жив, в Москву, допустим, на концерты, пойду ли я, зачем? Я вполне его могу слушать, так, это на кассете там, или фильм смотреть, какой он идет от типа клипа. И мама меня даже когда вот гудила, ну, допустим, в школу собиралась, в 7 утра там какие-то музыку какую-то показывали. Не знаю, вот лет 15, сколько-то там, уже назад, больше, чем 15 лет. В общем, когда я мелко была еще в начальной школе, и она мне показывала, вызвала меня всегда вот этого Майкла смотреть. У меня даже на какой-то пустер в свое время из библиотеки приволокла. Ну, короче, у меня была параллель с Майклом, что вот он, Александр, возродится через сколько-то лет, и своего рода Майкл уже тоже менял цвет кожи. Ну, что того замочили, непонятно как, что этого замочили, учитывая, что могила Александра до сих пор не известна где. Вроде везли в одно место, получилось другом. Хоть его даже мумифицировать пытались. В общем, потом я у меня была, покупала вот такую книжку. Честно сказать, я уже не помню, о чем эта книжка. Я и даже не знала, что, забыла уже, что она у меня есть. Я ее просто достала, увидела и достала с полки. Пришлось мне, кстати, поменять очки, потому что внезапно, ну, может быть, из-за того, что сегодня очень жарко было, кстати, вот, у зрителя, но я в них очень, ну, я в них, конечно, намного лучше вижу, но я не могу в них долго находиться. По секрету всему свету я в них постригу ногти на ногах, потому что не вижу. И еще у меня была книжка, которую я просто не осилила, и я очень разочаровалась. Это «Повесть о рождении и победах Александра Великого». Я тупо не осилила, потому что тут, честно сказать, какой-то бред православный. Я ничего не хочу сказать там против православия. Мне все эти религии, это будет в другом виде, у меня на них нейтрально пофигу. Но здесь такой конкретный бред. Я его так не... Я, во-первых, разочаровалась, во-вторых, оскорбилась. А что из Македонца делать, там непонятно что. Ну, и, соответственно, оно еще все вот так шло. Это вот одна стыдия, да. Потом я могу читать фэнтези, но такую... Ну, как, темный эльф. Это оно у меня тут есть, просто лежит. Я вообще в этом году еще не открывала, уже вообще года полтора не открывала. У меня серия такая. В общем, вот «Темного эльфа» я могу читать. Потом более-менее мне, в принципе, понравилось, честно сказать. Это Мария Семенова, это «Волкодав». И еще пара книжек. Там была «Лебединая дорога» или «Лебединая песня». У меня вообще она стоит там на полке. Если, возможно, это видно в видео, то вам повезло. Если нет, то, возможно, когда-нибудь я достану. Если кому интересно, сделаю обзор. И еще меня Ксюшка подсадила. Ксюшка вряд ли смотрит мои обзоры. Но, ребята, если вы вдруг увидите третью часть вот этой книжки, я с вами даже на что-нибудь поменяюсь по ссылке, потому что я вот мне доставала Ксюшка. Я читала сначала ее книжки, но она потом присылала уже. Я через нее заказывала. И вот у меня одной части нет. Я не помню, то ли первая и третья у меня, то ли первая и вторая. Да, последней части у меня нет. У меня есть «Превращение». Это «Кэролберг». Потом, вообще, я хотела в мягких обложках, но получилось, что одна такая. «Разоблачение». Это вот эта вот, уже в твердом переплете. И третья часть там была «Возрождение». Если вы вдруг увидите... Вообще, я вам советую эту книжку. В сети я ее не могла найти ни в электронном, ни в печатном виде в продаже. Если вдруг где-то увидите, то я буду не против ее получить в подарок или даже на что-то поменяться. Без разницы там, может, и на духе, или еще на что-то. В общем, вот такая серия. Если фэнтези, то... Ну, еще я пару раз читала там ироническое какое-то фэнтези. «Кого за смертью, кажется, посылать» и «Трое из леса». Ну, что-то дальше у меня так не пошли эти «Трое из леса». В общем, или вот это вот, такого типа. Или, да, вот «Кэролберг», или «Роберт Сальвадор» и «Темные эль». А в основном все-таки историческую литературу. Так, работала, кстати, а еще не заделая про книжки. Вот такое у меня счастье есть. Мне подарил подружка, но мы с ней уже не общаемся. Разошли с интересами довольно давно. Это «Дневник наркомана», это Алистер Кролли. Я его тупо не осилила, сейчас надо сказать. У меня что-то он не пошел, но он у меня лежит. Возможно, когда-нибудь я его и это... Не осилила. И просто тут нашла, ну, так как я все-таки на пианино играю. Когда-то у меня такая... Ну, тут вообще-то ноты, ну, кто в курсе, кто не в курсе. Группа «Металлика» американская. Первый за «Сиотика» от «Кирка Хэвета». Тут даже... Ой, у меня тут даже рисунки какие-то от моей подружки. Вам повезло. Но мы с ней тоже уже давно не общаемся. Они разошлись с интересами. И это тоже опять отсылка к запросу «Лапки», где вот это «ЛГБТ». В общем, ну, тут просто ноты. Так, и вот это по книжкам я прошлась, да. У меня там как со временем-то вообще... Блин. Ну, будем надеяться, что у меня еще время есть. Я сейчас быстренько договорю. И, в общем, что у меня было? Чем я занимала, когда работала в библиотеке? В библиотеке я работала, на самом деле, довольно недолго. В 2005-2006 году летом, по два месяца подряд, я заменяла людей, которые уходили на тот момент в отпуск. Постоянно меня так и не взяли. Ну, пусть и моменты почему и как, это уже на совесть этих людей. Тех людей. И потом там дважды заменился директор. Ну, благословит их Аллах. В принципе, я поработала. Мне нравилось. Я работала в основном с читателями на абонементе. И какое-то время работала в фонде. Просто вот это по алфавиту расставляла книжки. Грубо говоря, так. В общем, нравилось ли я. Нравилось, значит, есть у нас библиотеки. Вообще была изначально, вот до недавнего времени, может, года два назад, еще была центральная детская библиотека, отдельное здание. Это где моя мама работала. Потом центральная взрослая библиотека, это имени Сурикова, где вот у нас эти театральные представления переходят, и дни поэзии, и прочее. Потом библиотека часового завода, которая периодически то входит в ЦБС, то выходит из ЦБС. Сейчас я на данный момент даже не загоняюсь. Эта тема, я не знаю, в составе она, не в составе. Потом библиотека, теперь она называется «Семейного чтения». Она одно время находилась через дорогу рядом с моим домом. У меня там где-то есть видео «Дружим городами», как я выхожу. И для Ани я одно снимала. И там вот как раз здание этого видео попадает, как раз рядом с нашей «Бирюзовой рощей». Потом оно переехало в клуб машиностроителей. И сейчас оно находится в здании почты. И я вот сегодня получала посылку от Алены О. И потом еще, ну кажется, вот да, и внутри часовской библиотеки есть еще библиотека детская. Теперь там детскую ЦБС, где мама работала из того здания, их ликвидировали в здании часовской библиотеки. Их объединили, а до сих пор там еще, как они переехали, ни разу еще там не была. Возможно, это мое упущение. Но как-то ноги все не доходят. И по поводу переводов. На самом деле, я очень давно хотела заниматься переводами манги, но меня смущало, что вот у меня мой возраст, а этим обычно в основном занимаются школьники. Ну или студенты, да. И я долго следила за Литтер Шаббат, за их, так сказать, жизнью. В основном, почему захотела переводить мангу после того, как посмотрела аниме. Буквально на одном дыхании, возможно, за два дня. Буквально эти все 12 или сколько там серий предательства знают мое имя. И там была манга, заканчивалась она как-то не очень, ну непонятно. И была манга продолжение. Я ее просто читала, читала. Там требовался то один, то другой, то пятый, то десятый. Но, во-первых, они очень редко и медленно отвечали долго на заявки. Хотя постоянно писали, что кого-то требуют. А на Рейндропсер совершенно случайно вышло. Однажды, в общем, я, видать, уже заколебала всех своих друзей, что вот хочу, хочу, хочу. Ну, все, не знаю, не знаю, не знаю. Я штук пять, наверное, групп ВКонтакте пролистала, кто куда требуется, скачивала все эти тесты, как это все проходится. Смотрела, что беседы, эти вот, просто эти обсуждения. И совершенно случайно по ссылкам пришла на Рейндропс. И почему я туда вступила, даже, точнее, подала заявку. Вообще, я хотела, думаю, быть редактором. Я как-то не думала, что буду переводчиком. Я увидела там девочку моего возраста, которая уже работала на тот момент. Ну, как мы работаем, мы работаем за спасибо. Она уже сейчас вышла из нашей команды по каким-то там своим причинам. Вообще, она писала сабы для каких-то... Ну, в общем, у нее ник Пандора. Если вы смотрели аниме где-нибудь с сабами, и там слышали где-нибудь там, допустим, переводчик Пандора, редактор Мари Кейт Флавер или как-то так. Ну, в общем, когда идет Пандора, за ней еще второй ник. Это вот девочка, я так поняла, они вместе работали в какой-то там команде. Когда писали сабы, она была переводчиком у нас, она была эдитором. И в результате я подаю заявку, пишу, ну, там она была вот, что если редактор, на редактор, то в скобочках, типа, знание какого-нибудь языка, ну, хотя бы английского, я написала английский-французский. Я вообще думала, что мангу с французского переводят, оказалось, в основном, с английского, хотя на таком манге я сижу, в основном перевожу, туда же сливаю свои переводы попутно, параллельно нашей команде, просто чтобы они там были. Ну и, да, у меня там уже 8 лайков, так вот прикольно. Мне вообще-то очень... Мне это даже больше приятно, чем когда пишут комментарии, комментарии, там, это типа спасибо переводчикам на нашей страничке, на редманге. Ну и, в общем, написала, что вот английский-французский, что когда-то давно занималась переводами, действительно, занималась переводами, еще в школе занималась французскими переводами, потом уже, когда училась, так как-то это не то, чтобы шабашила, просто в основном по доброте душенной переводила английский или французский тексты. И получилось так, что прохожу... Ну, мне скидывают, что вот у нас там вроде напряг с переводчиком, но, может быть, и тот, и другой тест я прохожу, и меня берут. Ну и первая банка, которую я начала переводить, это была Вселенский глупец. Там получилось, кстати, благодаря этой вот именно команде...